Это так называемые биограммы, и тут у меня так само на воспитании, включайте трошки перед выходными мозг и скажите, как это было сделано? Сая? Нет. Переходим до другого, можно сказать, раздела. Бачите, это биограммы тому, что тут есть живые истоты. И что-то интересное про фотографов, потому что он николе не был ни фотографом, ни мастаком и таким не изъявляется. Изначально физик. Я в своих доследованиях выкорестовал что? Ремидиан. Правильно. А после, будучи творчей особой, в душе, что я отробил? Фиксирование. Правильно, размалял. И там кто-то в студии ему сподобавился, сказал, о, так круто. И он реально начал работать вот такие классные штуки. Бачите, история какая? И он подумал, что тут вот эти деревья как-то не очень, кветки, надо каких-то живых жабок закинуть. И он пошел, набыл чучело, курицу поставил. Бачите, какая проблема? Он так выглядит классно. Но когда он ее закинул в рентген, отрывался, что все бачно. Железные скелеты? Нет. И тогда я просто начал забирать живелок, которые, конечно, подохли, понятное дело. И отказывается на питание, да, что было после зимы. Ничего, им уже все было. Все равно живелкам. Вот когда я бачу, вот эту фотографию, что-то я не поверил. Да, мне все равно. Потому что, когда все-таки рентген тут могут. И вот это размалевание, бачите, и тут такая соправдная, не то, что поэзия, да, а вот акварель, чистая акварель. Прикозная визуальная мама. Рентген и наше все. Я вам сейчас еще покажу неких абсолютно феноменальных эмоционалистических прикладов, как можно это выкористовывать. И что для меня вельми важно, это то, что мы, можно сказать, не обмерковываем, отказ на питание, кто такие фотографы, просто висит в просторе. Все фотографы. И почти вот эта пассия, которая мусит быть в вас, и она может быть в физике, радиофизике, химике и так далее. Потому что мы же бачили, можно проглотить. Можно не проглотить, а можно просто працюете в лаборатории, выкористовываете. Это же такая коррупция в чистом виде. Расходники-то же не его. Ну, в принципе, бачите, да? Такая соправная малпа. Так что рентген такого по мере ни фигового. Ну, калиометра. Так что это такая серьезная машина. Ну, пригожая, погодите. Я вельми тяжко заразмерить эту цифровую. Конечно же, есть иншие приклады того, как выкористовывать рентген. Но вот это один из моих любимых. Потому что тут уже выход, я бы сказал, замежу фотографии в чистом виде. И это, конечно же, размова про то, что каждый из нас, да, в коллекции дома Волода и Березарной колька серии розных рентгенов. И тут бачено, что с ними можно дробить. Я не вижу, что каждый из нас вышиваю, но я бачу вот эти все оверлоки, которые, да, по программе могут вам вышить. Все, что заводно. А кто аутерный? Пробачите, я сейчас забываю вам показать. Давайте я буду показывать. Это Мэти Кокс? И что круто, да, что это мужчина. Мэти Кокс. Мэти Кокс. Мэти Кокс. Мэти Кокс. Мэти Кокс. Хотя, может, он и сам вышел. Я вот дальше этого не видел. Не могу это сказать. И тут у нас снова возникает питание, которое было на самую процедку, что такое фотография. Эти фотографии, то есть, что мы бачим. Один из отказов есть, что это, конечно, не фотография, а это что? Это, там, fine art. Окей. Тогда чем это разница fine art от фотографии? И где между фотографией и где начинается fine art? Альбо... С какими межами фотографии входит в fine art? Бачите, какие мягчимости открываются перед нами фотографии. Без фотоаппарата. Без фотоаппарата. Круто, да? Да. Руки не было. Ну, круто. Видите, им дозволяют робить телегенцию тем самым, да? С тупочками, наверное, немножко. Не, это круто. С крышкой. Ну, вы назвали это фотографией? Почему? Ну, я даже не мог понять, что это. Могу видеть, это не как искусство, не как фотографию, а вот так вот. Какое направление между между. Ну, в английском есть такие термины, как микс-медиа, да? Когда вы посмотрите, что смешанное медиа и всё, и до свидания. Ну, да, можно и до свидания. Да, и всё, и там все эти размобы про то, что вот здесь в основе лежит фотографичное в некой степени, да? Ты считаешь, что это в закрепке? Я думаю, что да. Я думаю, что это такая вариация на фотографичный коллаж. Конечно, это не в чистом виде фотографии, но это фотографичный коллаж. Потому что просто выкройка нетипичного, бачите, я здесь говорю, нетипичного фотографии. Медиумы, как оверлог, но в принципе... Бачите, тут размога про поп-культуру и про религию. Там такая гуля-гульня, но потом ты бачишь, вот да, Иисуса Христа. Оп, и всё. И оказывается, что уже просто не гульня в какую-то красивую фотографию. Оказывается, что тут такая какая-то размога про нечто, да? Бачите, вот тварь, я так разумею, перших людей. А любого, как тут за этим яблоком, да? Тут есть навкусанное яблоко, а есть рука, которая срывает яблоко. И мы термливаем просто абсолютно библейский сюжет. Потому что это есть великая колькость крутых фотографий, которые подаются нам вельми простыми и такими, ну, дурацкими. Но после начинаешь читать про их, да, с большего любого разглядать, у тебя возникает великая колькость питания. Вот, как это изроблено, чему это изроблено. И оказывается, что все не так просто. Кто-то гульня в такую поп-культуру, она не такая простая гульня. Вот. Так что, ваши батюшки, да? Не ведаю, что у вас есть. У меня это великая коллекция поломанных рук, пальцев и всего остального. И это можно спокойненько перетворить в наступную вашу столу. Ну что, не стомились? А можно вопрос? Можно, конечно. У Руслана Башкевича был проект с костяшками. Да, с костяшками. Да, с костяшками. Ты считаешь, это отчасти фотографический проект был? Ну, конечно. Конечно. Я думаю, что фотограф за все до тех, кто старает. Кто-то мне знает, что видимо прошло. Потому что великая колькость выявлено везде. И мы еще перейдем до брата с архивом до речи. Там будет, так сам, особенная и немостная история. За все до моста, альбо там в душках фотограф, это тот, кто доставит я выявлено, склавы, и представил тому, что для меня, с чем это будет немножко складано обучать, и идея, и за все до еде с первым. А после уже, как-то реализовано, фотографии реализовано, в рентгене, это в принципе не важно. К тому, конечно, что и кто продукует идею, изъявляется мастаком, альбо фотографом. И автором, конечно. К тому, вот, вертачив до нейронных сетей, отремовывается, что фотограф, в данном упадке, это, конечно, программист. Да. Тут задачу поставили? Конечно. К тому, что я веду, какие были выводы. И я придумал сам механический. Возможно, это так. Окей. И я думаю, что после, как бы уже добить тему прекрасных рентгенов, давайте поглядим вот такой, абсолютно коммерциейный проект, как это выкористовывается в арт-фотографии. И я уже... Тут про помер рентген, да, ведь мы тяжко разговаривали. Потому что... Но мы еще... Но это еще начало. Это всего лишь... Вот, автобусик с людьми. Да. Да. Электричный стул, да? Для... Смиротного, по крайней мере. И... Боин фонгай. Угу. Я, на жаль, не могу сказать, как это было взроблено. Мне подается все с такими ковалками, после... Да? Воя вас собирался. Потому что таких рентгенов, конечно, не есть. Ну, это понятно. Изразумелось, что это вельми дорогие фотографии. Смотрите, конечно, там, в абсолютно обижованных колькостях. Изразумелось, что это продается вельми дорого. Бачите? И на этом прикладе такого, я бы сказал, что вельми кондового, да, инструмента эквинген, мы просто прошли шлях от каких-то простых живелок и рослинок до рекламы и до арт-фотографий, которые качтуют сотни тысяч доляров. Это так само отказ на питание, это доброе, это дрянно. Нет такого отказа. Это фантастичный инструмент, который можно выкорисовывать абсолютно по-розному. И реализовывать абсолютно разные идеи. Вот вам готовая, да, реклама для GoodAir. Вот еще. Ну, красота же. Как еще можно, да, показать? Я просто с такой техникой, да, показать нечто с Хаваном. На вот вас. Я думаю, что вы бачили великую колькость фотографичных проектов про войны, куда долучены рентгены людей, в которых сидят ковалки железа, пули и так далее, и так далее. Вот. Я когда можно выкористовывать там, например, журналистки. Некто из белорусских мустакоров был проект, когда там послешивали в метро. Даже не из белорусских. Это был в метро. В метро постоял. И там, конечно, были крутые фотографии. Я просто перефотографовывал то, что было бачено на этом скандере. И там был, конечно, Калашников и пистолет, и так далее. Ну и классные всякие розные предметы. Но автомат Калашников это было. Олеж, в паршюте так показать не важно? Зараз я не могу отказать. Я думаю, что неверно. Я думаю, что неверно. Бачка Энди Ворхол в чистом виде. И про то, что мы показали на самом початку. В фотографии, конечно же, есть весь вы. Я тут так само хочу процветовать как те Брессона. И сказал, что фотографы помимо собой в принципе не конкурируют. Потому что фотограф – это то, что его внутренне. И тому – это то, что он продукует. А они могут конкуровать только на рынку. Потому что рынок их сталкивает. И это, мне кажется, важная думка. Потому что Ян тогда уже сказал, что то, что вы думаете, и есть фотография. А не то, что вы продукуете. Возразумевалось, что такая фотография круто выкористовывается в рекламе. Потому что это с оправды по-иншей абсолютно поводу. Я так думаю, что это было, конечно, не на человеке, а на манекене. И вы сразу видите все джинсы. С переду и сзади. Даже прекрасная макинка. Окей. Скажите, что после этой лекции у вас будет реализованный набор инструментов, да? И как назовете вам все заработки на свою клинику за Олимпиадой? Бесплатно.